Я взял твою У, я её переверну, на Аризону я пойду, и на Парабоконы все введу, и прокачаюсь до шестого ловака, чтобы моя банда грув была на вершине глухака, вышака, мотфака, я рэпера, такой вот я. Эй, заткнись, мотфака. Тупой рэпер. Чёрт, мой рэп на стурии дерьмо полное. Эй, оу, дилок, как дела нафиг? Эй, здоровый чувак, как вообще жизнь? У меня всё нормально, ты будешь с нами играть на Аризоне? А, или нет? Ну да, я буду играть, но ты докачался до шестого левела, чёрт. Чёрт, ну как бы ты давай докачивайся, быстрее промокод давай, иди, и всё нормально как бы будет, я всё придумал. Эй, чувак, а чувак, а как же сцена, как же микрофоны, как же крутые девочки, и... Крутые девочки? Крутые девочки, чувак, я прикалываюсь просто. Я в тюрьме отсидел много, и поэтому не шарил вообще нифига, а пою в свою дурацкую швабру. Слушай, будет всё круто. Поднимем залы. Все ведут промокоды, я знаю, да, чувак. Да, все ведут промокод. Когда ты мне принесёшь, блин, мою книгу рифм, и я закачаю весь зал. Ладно, хорошо, 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 хорошо. Только не пой больше никогда. Всем привет, и в сегодняшнем видеоролике я вам предлагаю послушать очень интересную историю об одном скандальном моде под названием Hot Coffee, который навёл очень много шума во всём мире. Приятного вам просмотра. 14 июля 2004 года. Сэм Хаузер, президент и сооснователь Rockstar Games, написал письмо Дженнифер Колби, операционному директору, о том, что в играх серии GTA не хватает ещё большей откровенности и абсурда. В то время в GTA уже было практически всё. Убийства, грабежи, наркотики и полная свобода действий. Но Хаузеру этого было недостаточно, и он всё думал о великой идее добавить в игру секс-контент. В принципе, его понять можно. Предшественником Сандрес была GTA Vice City, и в новую игру нужно было добавить что-то новое. И этим новым как раз таки и был секс-контент. Он понимал, что если у них это получится реализовать, это вызовет кучу вопросов у некоторых людей. И это вполне естественно, тем более, что игра предназначена для взрослой аудитории. Все прошлые годы Rockstar Games в своих играх призывали геймеров к тому, чтобы разыгрывать на экранах мониторов сцены насилия. И появление секса было лишь единственной эволюцией этой идеи. Но Хаузер понимал суть противоречия, которая царила в западной культуре. Терпимость к насилию и полная нетерпимость к сексу. И его электронное письмо для Колби являлось своего рода некоторым прошением на благословение, и одновременно с этим возможность переложить решение о появлении подобного контента на её плечи. И сейчас отойдём от основной темы, и поговорим об одном очень важном персонаже в этой истории. Это Патрик Вилденборг. Парень родился в Нидерландах в обычной семье. В 1984 году его родители купили ему первый домашний компьютер. Тогда Патрику было всего 15. Разумеется, для учёбы. Но Патрик нашёл себя в видеоиграх. Кто мог подумать. Но вскоре его интересы расширились, вплоть до того, что он начал эти игры делать. Специализированные книги и журналы помогали ему в этом нелёгком занятии. С серией игр GTA Патрик познакомился относительно поздно. Через некоторое время после выхода GTA Vice City он одолжил эту игру у своего товарища. И в итоге он просто влюбился в эту игру. Когда он закончил основной сюжет, он не хотел прекращать играть. Поэтому он принялся за побочные миссии. Искал секретные пакеты и тому подобное. Это была первая игра, которую он прошёл на 100%. Далее во всемирной паутине он нашёл себе подобных фанатов GTA. И присоединился к ним, где они уже вместе делились друг с другом о найденных багах и секретах игры. С биографией программиста Патрик был очарован модами, которые добавляли новые возможности в игру. Поэтому он начал экспериментировать и пробовать свои силы в создании разных модификациях. С таким талантом он, разумеется, преуспел в этой сфере. Это подняло его по карьерной лестнице мододела, если так это можно вообще назвать. Дружное сообщество гаташников очень тепло приняло его в модификации. И он начал обсуждать с товарищами скорый выход GTA San Andreas. И все возможности для экспериментов, которые могла предоставить новая игра. Операционный директор Rockstar Games столкнулся с некоторыми проблемами. Во-первых, это ESRB. Для тех, кто не в курсе, ESRB это рейтинг видеоигр, основан на их содержании аналогичным рейтингом системы кинофильмов. Более подробно с этим вы можете ознакомиться в статье в Википедии. И вторая проблема это работа с розницей. Мол, кто станет продавать такой продукт? Но уже 17 августа 2004 года, Сэм Хаузер, президент и заснователь Rockstar Games, написал письмо своим сотрудникам. Где говорится о том, что графическое изображение секса не может быть показано в игре с рейтингом M. Сексуальные сцены, которые находятся в San Andreas в настоящее время должны быть пересмотрены. Дженнифер Колби организовала список из сокращений, которые нужно было организовать для рейтинга M. Хаузера это не устроило и на экстренном совещании вместе с топ-менеджерами Хаузер пояснил, что не весь контент может быть удален из игры. Он принял альтернативное решение. Вместо того, чтобы удалять сексуальный контент почистую, команда может просто скрыть часть кода. Он будет по-прежнему присутствовать на диске, но его невозможно будет использовать в игре. Также во внутреннем письме, которое он разослал позже, Сэм объяснил, цитата. Мы заблокируем его, потому что у нас нет времени на то, чтобы сделать его более безопасным. Код очень переплетен с игрой и его удаление повлияет на все остальное. Уж слишком поздно все кардинально менять. И страшно. Конец цитаты. Решение было принято. Время – деньги. Поэтому секс в GTA San Andreas остался, но уже в скрытом качестве. Конечно же, я очень хотел увидеть новую игру, говорит Вилдлборг. Но на тот момент Rockstar Games сделали неутешительный для многих шаг, выпустив San Andreas только на платформу PS2, проигнорировав ПК-версию игры. Но в группе моддинга начали активно перебирать код игры, уже через месяц как GTA Sub появилась на PS2. Как только мы начали просматривать код, то заметили несколько файлов анимаций, которые ссылались на половые акты. Само по себе это было неудивительным, ведь в игре есть стрип-бары, ночные клубы и проститутки. Сексуальная активность тоже есть, хотя ее и не показывают. Как сообщает один из тех, кто копался в коде в то время. Файлы имели заманчивые имена, по типу таких. И некий загадочный моддер под ником Barton Witherduck перекодировал их для просмотра, что позволяло визуализировать сцены в виде анимированных скелетов. Результат вышел поразительным. Половые акты, которые нигде не существовали в игре. А немного позднее был найден способ, как визуализировать секс при помощи Карла Джонсона и других моделей из игры. Но моддеры еще не понимали, на что наткнулись. Они ссылались на то, что это лишь неиспользованные анимации, которые по каким-то причинам не стали использовать в процессе создания игры. Когда я начал копать глубже, то понял, что это не просто анимация, а полностью рабочая система. Только кто-то постарался сделать ее недоступной. Примерно в марте 2005 года я уже не сомневался, что мог бы запустить этот код, если бы смог убрать флаг, запрещающий его использование. Но это было невозможно для PS2-версии. Поэтому оставалось ждать ПК-версию игры, которую Rockstar Games обещали в июне. Говорит Патрик Вендельберг. Все было идеально. GTA San Andreas стала настоящим коммерческим триумфом. Всего лишь через 5 дней после релиза игры в Северной Америке доходы от ее продаж составили 20% от всей прибыли издательства Take-Two. А в дальнейшем продажи игры превысили 5 миллионов за 2 месяца. Несмотря на ошеломительный успех, Сэма Хаузера продолжали преследовать призраки удаленных сцен. Гениальный план Хаузера состоял в том, чтобы выпустить две версии игры. Одну с рейтингом M, который не включает в себя запрещенные сцены. А вторую с рейтингом AO, который уже позволяет заносить запрещенные сцены. Но не все в Rockstar Games разделяли его мысли. В итоге было принято решение. Выпустить игру в том же виде, что и для PS2. А затем выложить патч с рейтингом AO, который разблокирует сексуальные сцены. И, как это назвал Сэм, разблокирует тьму. Вилденборг и его товарищи приняли решение сохранить свое открытие до релиза игры на ПК. Они боялись привлечь внимания СМИ и то, что Rockstar Games удалят скрытое содержание. Но 7 июня 2005 года, за 3 дня до европейского релиза, GTA San Andreas вышла в США. Один из моих товарищей, мододел из США, прислал мне копию скриптового файла, объясняет Вилденборг. Я редактировал его с помощью хекс-редактора и отключил пресловутые флаги, которые блокировали содержимое. Я выслал это все обратно и через 15 минут получил видео. На видео, которое прислали Патрику, были показаны некая сцены, а пара играбельных мини-игр, в одной из которых нужно было пороть подружку СиДжея, чтобы поднять индикатор азарта. В другой игре при помощи аналогового стига нужно было воспроизводить половой акт с ускорением. Никакого окончания не имелось, и персонажи были одеты. Но Вилденборг впервые увидел такие ярко выраженные сексуальные сцены в видеоигре. Именно в этот момент я решил выпустить патч для публики, говорит он. Я назвал файл Hot Coffee, потому что некоторые подруги Карла Джонсона звали его на кофе, как бы намекая о сексе. Hot Coffee стал первой модификацией для GTA San Andreas. И вот, не имея на руках своей копии игры, за два дня до релиза GTA San Andreas у себя на родине, Патрик Вилденборг пролил горячий кофе на фанатское сообщество и мировую общественность. В день запуска игры для ПК Сэм Хаузер находился в Сан-Диего, где контролировал развитие будущей игры Red Dead Redemption. 9 июня 2005 года, через пару суток после выхода Hot Coffee, в офисе был очень тяжелый день, а для Сэма и вне офиса. Все началось с новости о том, что Take-Two приказано было выплатить 7,5 миллионов долларов в виде штрафов за какие-то бухгалтерские просчеты и неправильную отчетность. А затем в полдень Хаузер наткнулся и на сам мод. Он позвонил в офис Rockstar Games в Нью-Йорке, но ему никто не ответил. Все потому, что сотрудники приняли единственное мудрое решение не отвечать на все телефонные звонки. Меньше чем через месяц ESRB объявила об официальном расследовании контента, который открыл Hot Coffee, чтобы выяснить, действительно ли произошло нарушение правил. Ни на одном этапе никто из нас не ожидал, что это взорвет интернет, говорит Виндлборг. Комьюнити просто озверело, и было скачано более миллиона копий мода за 4 недели. Большинство людей нашло его очень веселым. В первой неделе вообще мнение о нем было очень положительным. Игровые сайты и игровые каналы только об этом и говорили. Но когда на сцену вышли ESRB, то это привлекло внимание СМИ. В течение последующих недель споры росли в абсурдных пропорциях, вспоминает Виндлборг. Я чувствовал себя в центре горячей точки. Различные СМИ звонили мне и записывали интервью. Голландское телевидение расположилось за пределами моего дома, в то время как CNN, New York Times, ABC News и другие звонили просто на постоянной основе. Это чрезвычайно повлияло на мою семейную жизнь, в результате чего возникло большое напряжение и раздражение. Я заботился о последствии и перестал давать какие-либо интервью, говорит Патрик. Вскоре внимание конкретно к мододелу начало понемногу остывать. В попытках еще больше отвлечь СМИ, Виндлборг разместил на своем сайте объяснение. Он дал понять, что мод изменяет исходный код, и без него нет никакой возможности получить этот контент из стандартной версии игры, доступной в розничной продаже. Именно тогда мне позвонили Rockstar Games и свои штаб-квартиры в Нью-Йорке, говорит Патрик. Они сказали, что хотели бы поблагодарить меня за это заявление на сайте. Сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш, но они подтвердили свою личность по почте на следующий день. Я думаю, что в этот момент они думали, что этого достаточно, чтобы снять парней из рейтинговой комиссии со своего хвоста. Но история только набирала обороты. 12 июня 2005 года Rockstar Games выступили с заявлением, в котором уже сами обвинили Hot Coffee. Сылаясь на определенную группу хакеров, которые пошли на значительные трудности, чтобы изменить некоторые сцены в финальной версии игры. Разработчики решили вынести в свет свою версию событий, которая заключалась примерно в том, как они озвучили ее для журнала Rolling Stone. Создание контента сексуального содержания не происходило внутри компании. Конец цитаты. После такого заявления комьюнити мододелов было взбешено. Даже нет нужды цитировать все сообщения от раздневных людей. Просто это бессмысленно, так как они практически все целиком будут состоять из слова Но уже позже Кори Уэйт, старший менеджер Rockstar, признался, что выбрал неправильную стратегию защиты. Цитата. Возложение вины на хакеров было колоссальным провалом. Это было полной катастрофой. Это было ложью. Конец цитаты. 20 июня 2005 года ESRB изменила рейтинг от АС Андрес от M-рейтинга до AO 18+. Четыре крупнейших американских ретрейлера, такие как Вэлморт, Таргет, Пестбай и Курти Сити, убрали игру со своих полок. Rockstar в спешном порядке начали создавать версию игры, в которой содержание хот-кофе было бы недоступно даже с моду Виндлберга. Так как мод вызвал настоящий бум в обществе, этот вопрос стал политизироваться на самом высоком уровне. Сенатор Хиллари Клинтон призвала Federal Trade Commission провести свое собственное расследование. Против Take-Two было возбуждено дело. Исты утверждали, что разработчики знали, что взрослый контент может быть доступен широкой публике. А в январе 2006 года Сэм Хаузер лично явился в ФТЦ, чтобы ответить на вопросы по поводу обмана ESRB. На протяжении 9 часов Сэм отвечал на вопросы, которые накопились у людей по поводу этого скандала. В течение последующих лет было дикое количество исков. Договоры ФТЦ и возложение на Rockstar Games потенциальные штрафы, если еще раз случится подобное. И наконец в 2009 году было покончено с последним иском. В сентябре, то есть практически через 5 лет после того, как Сэм Хаузер заявил, что секс является непосредственной частью Grand Theft Auto, все финансовые штрафы, а это более 20 миллионов долларов, были выплачены в полном объеме. Но Rockstar были бы не Rockstar, если бы не удержались от последнего слова. Камешек в огород Хиллари Клинтон появился в виде ее лица на статуе свободы в GTA 4, а вместо дымящегося факела она держит там кофейную кружку. Подведем небольшие итоги. Никто из Rockstar Games не хотел бы проигрывать эту старую песню. Один из сотрудников говорит, что хот-кофе просто неприличная в компании тема, и она является табу для разговора даже для друзей. Показательным являются случаи, когда журналисты попытались связаться с бывшим сотрудником Rockstar Games, и он в категоричной форме попросил их больше не задавать вопросы на эту тему. Видимо, после этой огромной суммы, что утекла в спорах по поводу хот-кофе, никто больше не хочет поднимать эту тему, опасаясь новых исков. Но лучше всего эту драматическую историю подытожит Виндлборг. Конец цитаты. А на этом, ребята, все. С вами был Хик. Надеюсь, вам видеоролик понравился. Вы поддержите его лайком. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А мы с вами услышимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok